Ииии всем привет, я с тобой Калантайка и если что играем в Роблокс игрушку под названием Симулятор Пчеловода. Как ты видишь я играю сейчас за таблетку, но, но, этот ролик будет наверное больше похож для нубиков. Я не знал именно как его, ну, рассказать про него и в принципе я наверное продемонстрирую это. Но не за таблетку, а за себя и наверное на стриме в ближайшую субботу. Это будет достаточно хорошо и клево и я думаю это будет интересно. Итак, какой ролик сегодня будет? Сегодня будет очень такой информативный ролик по поводу последнего обновления и что он дал нубикам. Нубикам это новичкам, очень офигительное, причем старт новичкам. И о чем я хотел бы поговорить, но хотел бы представить кого-то из ребят, но я забыл, что я зашел не на тот сервер. Да я просто на тот бы и не смог бы зайти, там нужно было бы шатапать с Калантайки, блин. Ну, что-то какая-то вот мутная фигня, короче, я только думаю, ууу, надо сюда заходить. Вот, ролик про поводу чего дает будет у нас. По поводу у нас Джумба, Джуин, Юни, короче, Джумба и Юни Пак. Хотя, Джумба, я не уверен, что так читается. В общем, извиняйте, если я неправильно что-то по-американчине там сказал. Извините, я все-таки не особо-то шарю в этом языке. Поэтому, поэтому, почему все-таки этот пак достаточно крутой, достаточно классный для почти всех новичков. Почти всех новичков, кроме тех ребят, которые не имеют возможности задонатить в эту игру. Почему именно я советую вообще донатить в эту игру? Это, во-первых, это поддержка Аннетту. И Аннет будет больше, как бы, что-то такое выпускать или что-то делать. И вообще просто будет, как бы, радоваться жизни, что ему игра, это людям заходит. И они поддерживают даже, ну, любые ребята покупают его вещи. Но это, как бы, поддержка. Это уже солидарность. Это уже, вот, лично я буду только из-за солидарности, из-за поддержки покупать. Но я не спешу, потому что это идет до 5 июля. До 5 июля я могу спокойно купить. Поэтому я куплю на стриме. И, в принципе, я думаю, никто об этом не обидится. Вот, лимитка. Одна штучка. Можно всего лишь одну такую пак купить. Если было бы можно было паков много купить, было бы круто, конечно. Это было бы прям вообще читерство. Но купить можно один пак. И рассказываю, что все-таки в нем дает. Почему, опять же, для нубиков? Потому что был вот недавно фьюзи пак, который я прям вот советовал прям вот всем купить. Но никто не купил. Но вот этот вот пак подходит как нубикам, так и не нубикам. Рассказываю, почему. Это первое. Нам дается мифик эг. И прикиньте, прикиньте, если у вас, если у вас всего лишь 10 пчелочек, может быть 15, а может быть и 20, это все равно только начало. Даже если 25 пчелок, даже если 30 пчелок, у вас в любом случае, ну, сомневаюсь, что есть мифик. Если есть, то очень круто, конечно. Но прикиньте, вы после этой покупки получаете еще одного мифика. Еще одного мифика. И будь то фьюзи, будь то спайси, будь то вектор, будь то, кто у нас, тапочек. Вообще пофигу, каждая тут пчела топовая. Мифик пчела-пчела реально очень крутые. Конечно же, для новичков очень сильно подойдут это фьюзи пчелы. И поэтому я уже еще раз повторяю, что предыдущий пак был, конечно, крутой. И он и дешевле стоил. Но, ребята, вы что-то тупанули. Вот. Далее, что нам дается? 750 тикетов. Опять же, показываю, что можно на 750 тикетов купить. Это вот одну вот из двух вот этих любых пчелку. И одну из вот этих четырех пчелок. То есть, вы получаете при помощи этого пака уже три пчелы халявные. У вас получается одна, например, фотонка. Одна, например, кримсон или кобальт, да? И одна мифик пчела. Это круто. Это круто. Но, с учетом того, что если у вас уже было бы накоплено там 250 тикетов, а это несложно накопить, реально несложно накопить, то прикинь, что у тебя сразу две пчелы. Или бы одна стар... Эк. Стар печенька. О, о, как круто. И у тебя сразу фотонка одаренная. На нафиг. Круто, круто. Вот. Но, еще, помимо этого, нам дается 10 супер смузи. Супер смузи, если что, ребят, это последняя штука, которая вышла. Вот для новичков я бы сказал бы, ребят, пожалуйста, не трать их. Вот те новички, которые 25-30 пчел будут покупать, пожалуйста, не тратьте, пока у вас хотя бы 45 пчел не будет. По крайней мере, ой, да, где-то хотя бы 45, потому что, ну, это прям вот, прям вот край, если вы будете их юзать, это просто будет выброс мёда. Ну, не знаю, не мёда, выброс всего. Выброс того, что вы сдонатили. О, смотри, сколько? Три клея, это круто. Для таблетки это круто, потому что мы ему собираем клей, и это офигительно. Далее у нас идёт 25 глиттеров. И это, конечно же, поможет самому таблетке, потому что таблетка будет покупать, кстати, вот этот вот пакет. Так, скоро, как мне сказал, поэтому я и записываю этот ролик именно за таблетку, потому что он всё-таки его купит, а не просто так я балаболю за его аккаунтом играющий просто тебе рассказываю. 25 глиттеров, это поможет, конечно же, многим ребятам, особенно тоже многим новичкам, потому что глиттеры не так сложно выбиваются в этой игре. Они в основном выбиваются при помощи винди. И по поводу, как выбивать глиттеры, я покажу как раз на примере таблетки, но чуть-чуть попозже, потому что у меня должен был это записывать в воскресенье. В воскресенье вышло обновление, короче, я всё это профукал. Вот, но будет обязательно эта обновочка. Ой, это, короче, видосик будет по поводу глиттеров, как их собирать, как вообще их мутить. Но, я, кстати, прибежал сюда-то не просто так-то, я просто вспоминаю нубиков, и где-то тут прям вот нужно были эти глиттеры. Где-то, 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 где-то. А почему вот это не показывает? А, это только за мёд, да? Значит, вон там глиттеры нужны. Точно, вон те последние наплечники топовые, они нужны за глиттеры. И, по-моему, если не ошибаюсь, 25 штук. Если не ошибаюсь, могу ошибаться. Да, 25 глиттеров вот нужно на синий наплечник, и 25 глиттеров нужно на красный наплечник топовый, самый последний. То есть, у вас получается уже за вот этот пак получается один наплечник по глиттерам собранный. А это, на самом деле, сложноватенько. Я помню, вот так вот для новичков сложно так глиттер иметь там. Вот, вам нужно луны эти собирать, росточки крафтить. Ну, короче, это сложненько. Вот, далее, далее. Ну, не так сложно, но просто ребята тратят, на самом деле. Я знаю, новички росточки, поэтому для них немножко сложновато. Далее у нас идёт 25 мэджик бинов. Вот это, кстати, под вопросом. Нужно это новичкам, не нужно. Но я всё равно советовал бы тратить, потому что, ну, либо на те же самые глиттеры тратить. Был бы, конечно, прикольно. Смотри, смотри, чё выпало. Один шип. Один шип выпал с паукана. Ха, ха, круто. Везучая таблетка у нас какая, а? С шипом от паукана выполнен. У него, кстати, очень аккаунт увезучий. У него очень много всяких яиц падает и ещё прочее, прочее, прочее. Хороший аккаунт. Приятно за него играть. Далее. Что у нас ещё выпадает? 25 энзим. Вот это не знаю. Нужно, не нужно. Почему энзим он сюда запихал? Не знаю. И очень мало миллионов мёда. 25 миллион... О, 2,5 миллиона мёда. Это вообще ничто, никто. И зачем он сюда его опять запихнул? Непонятно. Дал бы он хотя бы... Эээ... 100 миллионов. Ну, хотя бы 200 миллионов. Для новичков было бы, конечно же, приятно. Но 2,5 миллиона... Не знаю, зачем мне. Не знаю, для чего. В общем... Как-то так. Как-то так у него выдаётся. Вот. Но... Это всё стоит, конечно же, вот эта вот вся приятность. 1700 робоксов. Как я уже и говорил. Как я уже и говорил, что предыдущий пак был крутой. Там давали 250 робоксов. Там давалось... Сколько-то? А, там давался само фьюзи яйцо. И это было, конечно же, крутенько. Фьюзи. У тебя сразу фьюзи яйцо. Я бы сейчас, конечно же, зашёл за клонтайку и показал бы тебе конкретно, как это фьюзи яйцо выглядит. Но оно ничем не отличается... А, у него нет таких яйц. У него нет такого яйца. Оно выглядит такое полосатое яйцо. Беленькое. Ну, обычное яйцо, как похоже на бейсик. Только бейсик яйцо немножко, кстати, вот другое. Вот. Вот такие вот дела. Ну, и хотелось бы сказать самое, наверное, приятное. Ну, и, наверное, финальные слова на этом. Таблетку я всё-таки качаю. Бусты пока что не беру, ребят. Но по поводу бустов должен выйти ролик. Просто, опять же, опять не списался с человеком. А, наверное, опять за таблетку будет ролик. И, в общем, пожалуйста, не написывайте мне по поводу бустов. Потому что я, скорее всего, вам дам ребят конкретных. Они бустят. Не факт, что прям вот хорошо-хорошо. А, не то, что не факт, что они прям вот бустят. Я имею в виду честно. Может, у них там всё переспрашивайте, заспрашивайте всё. Но бусты они делают. И, в общем, они делают это быстро. Быстро, качественно, как говорят. И недорого. Поэтому это небольшой такой спойлер. Уже, наверное, второй или третий спойлер. Просто я говорю, связаться не могу. А постоянно спрашивают по поводу бустов. Вот. Я, если беру, я делаю всё ручками. Долго, неинтересно, муторно. Но мне зато самому это по кайфу. Ребятам, те, кто у меня берут, попадают в ролик. И плюс ещё это дорого. Ну и на самый последок хотелось бы уточнить. То, что я лично покупаю этот пак себе в поддержку именно Анетта. Как разработчика. Разработчика, как всего. Как вообще за классный плейс. За то, что я тут много всё-таки времени провёл. Ну а всё остальное мне как бы для меня это дорого и неинтересно. Вот. Но вот эту штучку я бы купил. Потому что пак достаточно хороший. И мне нравится 10 суперсмюзи. А в предыдущем паке мне нравился фьюзи. Фьюзи яйцо. Оно у меня до сих пор хранится. И я, в принципе, радостно и довольный. И его храню. Вот. По поводу таблетки. Скорее всего, он хочет купить себе же в помощь. Потому что ему нравится в последнее время фармиться. У него достаточно много пчёлок. По-моему, 48. И, ну, хорошо фармиться-то. У него по 200 миллиардов в день бывает. Вот. По фарму. С учётом того, что он не тратит клей. Не тратит гаммдропы. То есть, он так играется просто. И он делает 200 миллиардов. Вот сейчас он сделал мало. Потому что я его играл за ним весь день. 6 миллиардов. Потому что я не фармлю за таблетку. Чтобы вы понимали. И мне это как бы и не нужно. Вот. А у вас могут быть свои как раз. Вот эти вот. Варианты, для чего нужен этот вам пак. Нужен ли вообще он вам. Потому что некоторые ребята всё-таки планируют играть без доната. Ну, а те, кто без доната играют. Ребята, обязательно купите Берби. Обязательно. Без него это прям вот тяжело. То есть, если вы потом сюда вкусите. Ну, то есть, уже вникнете в игру. То уже будете играть. Например, там посмотрите. Там по этому, по бэджику тайм, да. Тут есть бэджик такой, плейтайм. Вы отыграете, например, там 30 дней. Вот сейчас вы видите. Таблетка отыграл 68 дней. Чтобы вы понимали. 68 дней. Это немало. И если вы отыграете там 30 дней. Такие, блин. Я 30 дней играл. И, ну, после, понятное дело. Купите там Берби. И потом, я 30 дней играл без Берби. Как так? Как это вообще возможно? Блин. Сколько я потерял. Ну, и прочее, прочее, прочее. Будете себя обзывать всякими всячинами. Вот эти, конечно, бустики тоже прикольные. Но Берби, конечно же, покруче. То есть, если есть выбор два вот этих буста. Либо одного Берби. Я бы, конечно, Берби взял. Вот так вот. Но и те, и то, и то я, конечно же, купил. Потому что, опять же говорю, мне это... На эту игру мне не жалко. Вот. Ну, а с тобой был Клан Тайка. В лице таблетки. Не забывай подписываться на канал. Не забывай ставить лайки. Не забывай писать клевый, офигительный комментарий. Ну, и всем, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok